В этом уроке я расскажу про деревья данных. Это очень важная тема, ее обязательно нужно понять. Сначала, как обычно, создаем 9 точек, чтобы по ним линии создать. Создаем их. Так, теперь поднимем линию. И теперь, как сделать, чтобы перпендикулярно этим линиям такие построились дуги. Сейчас на этом примере и покажу, для чего нужны деревья данных. Вот если сейчас разделить эти линии на точки с помощью Divide Curve, то получится на каждой линии по 11 точек. И они, если посмотреть в списке, ну если навести, то здесь показывается не список точек, как вот здесь, если навести. Он пишет, что одна точка, вторая точка, третья точка. В всплывающей подсказке пишет список самих точек. А здесь показывает список ветвей дерева. Вон, они называются 0, 0, 1 и 0, 2. Если подключить панельку, то она покажет вот так. То есть это, во-первых, здесь идет теперь линия пунктирная. Это означает, что в этом проводе данные текут в виде дерева. И дерево, это несколько списков в одном списке. Сейчас вот каждый список называется вот такими вот фигурными скобками. Список 0, 0 и в нем 11 элементов. Потом список 0, 1 и в нем 11 элементов. И третий список, список 0, 2 и в нем 11 элементов. Чтобы смотреть на деревья, проще использовать вот эту, вот эту нот. Paramweaver. Если его подключить, он нам пишет. Вот ветвь 0, 0, в ней 11 элементов. Еще можно, если двойный щелчок на этот, на этот нот, то там прямо рисует само дерево. Вот так сейчас выглядит дерево данных. То есть три ветви 0, 0, 0, 1 и 0, 2. И на каждой ветве список. И сейчас я покажу, как работают вот эти вот три. Вот эти три кнопки. Реверс я уже показывал, это переворачивает список. А вот остальные три, они уже относятся к деревьям. Сейчас цель сделать вот такие линии, которые, как бы, будут соединять эти наши изначальные линии. Если просто сейчас подключить сюда, он создаст линии, которые совпадают с прежними. Потому что здесь ветви такие, что на каждой ветве одна группа точек. То есть на первой ветве 11 точек, которые здесь лежат на одной линии. Ну и также и на второй, на третьей ветве. Если подключаем сюда, то для каждой ветви строят отдельную кривую. Поэтому кривые совпадают с теми, что были с самого начала. Так, самый первый это Flatten. Самая первая кнопка для работы с деревьями. Если нажать, Flatten это срубить дерево. Появляется вот такой значок. Значит, список у нас теперь стал один. И в нем 33 точки. И здесь нам покажется, что осталась одна ветвь. И на ней 33 элемента. И здесь нам рисуют просто одну ветвь и все. То есть мы срубили дерево, полностью уничтожили всю структуру данных. Все превратилось в один список. И линии у нас теперь строятся тоже по всем 33 точкам. По всем по порядку строятся. Кнопка Flatten уничтожает дерево. Чтобы убрать Flatten, нужно еще раз на него нажать. Кнопка Graft. Она выращивает дополнительный уровень ветвей. Теперь у нас пишут, что на каждой ветве только один элемент стал. А ветвей всего стало 33. И здесь уже появилось два уровня ветвей. То есть сначала дерево ветвится на три большие ветви. Потом каждый из них на 11 более мелких ветвей. И на каждой ветве уже только по одной точке остается. То есть вот здесь. Здесь если смотреть. На каждой ветве уже по одной точке. И у ветвей в названиях ветви отображается ее уровень. Ну и ее положение на дереве. То есть первые. Которые 0000, 001 и 0010. Это вот эта первая большая ветвь. Состоящая из 11 более мелких ветвей. А потом уже идут 010, 011 и до 0110. То есть чем левее цифра в этих фигурных скобках. Тем более низкий уровень ветвей она показывает. То есть даже вот несмотря на это дерево. По названиям ветвей можно понять, что у нас дерево из трех уровней. Первый уровень это 0. Он для всех одинаковый. То есть вот первый начинается с него. Потом второй уровень это... На втором уровне у нас три ветви. 0, 1 и 2. Вот на втором уровне три ветви. Ну и на третьем уровне по 11 четвей для каждой ветви второго уровня. Вот такие есть. Вот что делает графт. Он каждый элемент списка помещает на свою собственную ветвь. Теперь последний это Симплифай. Он не изменяет структуру дерева. Он только убирает лишние уровни, пустые уровни. Вот у нас сейчас было 0, 0, 0, 1, 0, 2. Когда сделали Симплифай, стало просто 0, 1, 2. Здесь, видите, был как нулевой уровень ветвей, который на самом деле у всех одинаковый был. То есть он никакой полезной информации не несло это. И сейчас просто стали все три ветви с самого начала начинаться. Симплифай не изменяет структуру дерева. Он упрощает его. Убирает пустые уровни. Так, ну как перпендикулярно сделать? Знаете, не перпендикулярно, но получается из нулевой точки первой линии в нулевую точку второй линии и потом в нулевую точку третьей линии. Чтобы провести кривые, нужно нам перевернуть таблицу. Если представить, что есть таблица, в которой первая колонка и в ней строчки это вот эти точки, вторая колонка это вот эти точки, третья колонка, эти точки, нужно повернуть на 90 градусовую таблицу. И для этого есть такой нод. Вообще все ноды для работы с деревьями данных находятся во вкладке Sets в группе 3. Здесь есть также дублеры Flatten, Graph и Simplify. То есть это то же самое, что вот здесь, когда правой кнопкой нажимаем, только в виде отдельного нода. Иногда это бывает нужно, я еще покажу. Вот. И один из простейших это Flip Matrix. Он уже по символу понятно, что он переворачивает таблицу. Так, смотрим. Здесь, значит, было три ветви по 11 элементов, а стало 11 ветвей по 3 элемента. То есть таблица перевернулась. И сюда посмотрим. Ну, было три ветви, стало 11 ветвей. Ну, и сюда тоже подключим. Вот. Первая ветвь 11 элементов, вторая ветвь 11 элементов, а стало первой ветвь 3 элемента, а ветвь всего 11. На каждой ветви по 3 элемента. Подключим к линиям, и все, получился как нам надо. Вот этот нод переворачивает только двухмерную таблицу. Если здесь будет более, ну, более высокого уровня дерева, допустим, если здесь делать графт, будет уже не двухмерное дерево, а как бы уже ветвлений будет больше, чем одно. И этот Flip Matrix уже не работает, когда у нас графт. Flip Matrix работает только для таких таблиц, для деревьев, которые как таблицы. Так, теперь можно опять разделить эти линии на точки, потом опять перевернуть, и опять построить. И вот такие получатся линии. Я теперь начальные отключу. И вот у нас есть продольные, поперечные линии, есть продольные линии. и можно по ним построить трубки разного диаметра. По продольным, по поперечным, и для них разный, ну, разный радиус задать слайдерами. пускай вот которые поперечные, они будут толще. Такая конструкция струк получилась. Сейчас можно двигать точки. Она будет изменяться. Ладно, достаточно. Вот, и теперь покажу еще как более многоуровневые деревья можно применять. Вот сейчас я в каждой точке, где пересекаются эти линии, хочу построить такой, как цветок, что ли, как сказать. Ну, чтобы там разные... Ну, сейчас покажу. Для этого построим сначала шарик в каждой точке. Он построился. и пускай этот шарик разделится на... По поверхности этого шарика пускай распределятся точки. Для этого есть такая штука. Вот. Облако точек по поверхности. Здесь на входе какая-то геометрия, и он по этой геометрии строит облако точек. Он сейчас для каждого шарика построил 100 точек на поверхности этого шарика. тоже пускай радиус шарика изменяется. Пускай побольше сделаем. Так, шарик отключим. Вот у нас создал он облако точек по 100 точек на каждом шарике. Пускай будет чуть поменьше. и теперь я хочу соединить вот центр этого шарика, ну, точку пересечения этих трубок с каждой из этих точек. Как это сделать? Вроде бы вот у нас центры шариков, вот они, вот эти точки. Ну, и вот это облако точек. Значит, просто берем их и отрезком соединяем. но получается вот такая вот фигня. Это потому, что здесь и здесь разные деревья. Деревья данных. чтобы посмотреть, чем они отличаются, нужно подключить вот такую штуку. Вот, видим, что здесь такое дерево с тремя, даже четырьмя уровнями, деревья. здесь такое. И нужно посмотреть, в чем, ну, какая, что означает каждая ветвь этих деревьев. Так, здесь идут, значит, сначала идут ветви в виде продольных линий, потом идут ветви в виде точек на каждой из продольных линий. и потом уже на каждой этой ветви список из 50-ти, из 39-ти точек. А здесь у нас идут просто продольные линии и на каждой из них список из каких-то точек. И если здесь сделать, чтобы на каждой ветви была только одна точка, то это дерево совпадет с этим. Потому что здесь на каждой ветви облако точек, которые соответствуют одной точке пересечения трубок. Надо сделать, чтобы на этом дереве каждое пересечение трубок было на одной ветви. Это мы уже делали, это делается графтом. Но если здесь делать графт, то все, что идет дальше, оно сломается. Потому что вот флипматрик здесь не работает с графтом. Поэтому вот здесь пригодится графт, который в виде отдельного нода. Включаем к нему и уже через него сюда. Вот через графт подключаем, смотрим, теперь у нас деревья одинаковые оказались. Значит, должно работать. Сюда подключаем тоже. Все правильно работает. Создались линии. вот деревья, когда много уровней, то когда возникают вот такие вот косяки, когда вот так они запутываются, то приходится вот так анализировать эти деревья, где эти ветви и делать, чтобы они на входе в один нод правильно совмещались между собой. В данном случае они должны были совпасть. То здесь на тех же ветвях 39 точек, а здесь на тех же ветвях одна точка. И он соединил эту одну точку с 39 точками. Вот такая получилась штука. Не знаю, что это может быть. Может там светильники какие-то на каркасе. Вот это были основы работы с деревьями.